Приветствую вас, по вашему тексту получается так, что и вы, и мужчина боитесь близости, боитесь какого-то сближения, что ли. Вот. Апофейс. Апофейс. Сближение. Вот. И я бы сказал, что страх близости может быть вызван такими вещами. Как проблемы личных границ. Вот. И такими вещами, как, например, страхом повторения, ну, знаете, какого-то такого. Ну, негативного опыта. Скажем так. Вот. Что надо? Какая штука? Вот. Так что здесь, а здесь, на мой взгляд, нужно смотреть вот в эту сторону, в сторону того, чего вы, например, боитесь. Вот. Что вы можете, например, бояться. И, соответственно, уже дальше решать. И что делать? Я думаю, так. Я думаю, в таком направлении можно лицать, лицать. Вы не сможете сами по своему желанию отказаться от надежды какой-либо. Это невозможно. Но с причинами надежды. То есть вот. Как надежда стала возможной. На что вы надеетесь конкретно. И чего вы хотите конкретно. С этим можно поработать. Этим можно поработать. И это можно... поисследовать. Чтобы вам было самой комфортнее, удобнее, спокойнее. Вот. Ну и чтобы вы знали, в какую сторону вам идти. И разобравшись в себе, я думаю, вы совершенно спокойно сможете решить, хотите ли вы делать шаги на встречу человеку. Или не хотите. А если хотите, то... Какого плана? Это шаги. Ну, то есть, в каком направлении вы хотите делать шаги. Да? В какой форме, как вы хотите делать шаги. Вот. Это мне кажется важно. Но если мужчина боится действительно сближения, боится ответственности, например. Допустим, из-за того, что у вас ребенок. то это, конечно, может подслужить определенной проблемой. Но и у вас есть, скажем так, некоторая сложность в том, что вы стали мамой в 20 лет. И что с первым мужчиной, с отцом, ребенок, у вас отношения, ну, не сложились. Почему-то. Да? Поэтому, на мой взгляд, здесь, по крайней мере, вот с этими моментами, тоже нужно разобраться. Потому как, может быть, у вас негативный сценарий, который мотивирует вас на то, чтобы вступать в отношения, ну, в которых, в которых ничего вам не дают. Вот. Потому что, ну, ребенок, это, как я уже сказал, да, ну, в возрасте 20 лет, как правило, думать, скажем, нужно о другом, да, не о ребенке. Это не обвинение, ни в коем случае, ни в коем случае не обвинение. Это просто, вот, констатация факта. Поэтому, работать нужно с вашими желаниями, понять, что вы хотите. Потому что, ну, мужчина объективно вам может не оправдать просто ваши ожидания. Вот. Не потому-то он плохой, да, а вот просто в силу того, что он человек, и у него могут быть, ну, свои какие-то представления. Понимаете? Что меня настораживает немного? Во-первых, меня настораживает история про типаж. Меня настораживает, потому что, ну, потому что это стереотип, если мы говорим про типаж, то это стереотип все-таки. Мне настораживает то, что вы говорите «мы», то есть вы говорите именно про то, что вот, что мы понимаем, мы понимаем, да, не я понимаю или он понимает, а мы понимаем. Вот, меня это настораживает. Потому что мы это всегда такой отход, отход от личной ответственности, скажем так. Вот. Такая вот история. Такой можно дать вам ответ. То есть вы сейчас, по факту, сейчас вы хотите совет. Я не думаю, что совет это то, что может вам дать психолог. Я думаю, что психолог может помочь вам разобраться в себе, это да, но не давать совет. Потому что вы все-таки сами должны решить, как и что вам делать. Мне кажется, это, в общем-то, справедливо. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю, что самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация самым лучшим образом вас разрешит. Я желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...